В Славянском отделе ЗАГС завершается ремонт. Официальное открытие обновленного зала регистрации бракосочетаний планируется на апрель, но уже сейчас, несмотря на продолжающуюся реконструкцию, ЗАГС открыл свои двери для желающих вступить в брак. Одними из первых свои отношения в новом зале вновь зарегистрировали золотые юбиляры семейной жизни. Супруги Верещак и Головатых. Что привело молодоженов с 50-летним стажем опять в ЗАГС, узнали наши корреспонденты. 15 февраля 1969 года стал счастливым днем сразу для двух семейных пар. 50 лет назад именно в этот день свой брак зарегистрировали супруги Верещак. В золотой юбилей семейной жизни они вновь решили прийти в ЗАГС и опять, как тогда, полвека назад, признаться друг другу в любви, поблагодарить за вместе прожитые годы. Среди гостей этой трогательной и волнительной для всех церемонии не только друзья и родные, но уже выросшие дети. Именно они первыми поздравили молодоженов. Мы вас очень-очень любим. Мы берем с вас пример не каждому. Наша семья вообще-то первая золотая свадьба. Наша большая дружная семья. Вы хороший пример для нас. Мы вас очень-очень. Не каждый день можно увидеть регистрацию золотых юбиляров семейной жизни. Поздравить новоспеченных молодоженов, сумевших сквозь года трудности и горе пронести свою любовь, пришли представители городской администрации. От имени главы района, от имени главы города Александра Александровича Беселева я вас поздравляю. Это замечательные даты. Истинно желаю счастья, здоровья, благополучия, бедосостояния вашей семьи. И пусть вы еще долго-друга радуетесь своим детям, внукам, правнукам, если есть, и еще будут. Счастья и здоровья. На память об этом знаменательном в их жизни событии молодоженам вручили диплом юбиляров семейной жизни. Несмотря на то, что в ЗАГС супруги Верещак приходят уже второй раз, для них это было очень волнительно. Как первый раз. Все дрожит, все трясется. Я даже расписаться не могла. Конечно, нынешняя золотая свадьба волнительна, но первая регистрация брака незабываема. Я преподавателем в Оркуте работала. Объявления были по всей шахте. По всему поселку, что регистрировался в барак. Регистрировали в кабинете в школе. Свадьба была в столовой в школе. Народ было очень много. Веселая свадьба. Холодная. На тройке лошадей. Ну, очень запоминающаяся. И если супруги Верещак первую свадьбу играли в Оркуте, то молодожены Головатые в этот же день, 15 февраля 1969 года, праздновали создание своей семьи в Славинске на Кубани. Спустя 50 лет они тоже решили прийти в ЗАГС и снова пережить те волнительные моменты. Я предлагаю вам обменяться пользами. Раньше, молодые, я говорила, живите долго, любите друг друга. Помните, что самое главное в жизни – это доверие, совет, да любовь. А вам я хочу сказать спасибо вам за туслово. Спасибо вам за умение прожить так, чтобы всем хотелось вас загонять, перегонять. И не успеть, и успеть чуть-чуть давать. Итак, первое конец обручально раздевает в зону. Инициатором повторного похода в ЗАГС, впрочем, как и первого, стал глава семьи, казачий атаман Александр Головатый. Вместе с супругой они вырастили двух детей, воспитывают пятерых внуков и двух правнуков. В большой семье есть свои традиции и даже своя песня, которая сопровождает их на протяжении всей жизни. В такой знаменательный день они просто не могли ее не исполнить. Дадим ты, любым, дадим ты и остался. Вот и есть, дорогой, и знакомый. Выйдя из зала бракосочетаний, молодожены поделились своими впечатлениями. И слезы наворачивались на глазах, и радость. Радостно было очень тоже. Потому что 50 лет прошло. Она у меня добрая хозяюшка. Умница, жена умница. С такой женой, я не знаю, готов жить еще столько же. Супруги Головатый и Верещак – пример настоящей любви, которой ни горе, ни жизненные бури и невзгоды. Все ни почем. Такая любовь прошла проверку временем и только стала сильнее. Конечно, пар таких немного. Прежде всего, немного пар, которые отмечают 50-летие. Не каждый придет и скажет поделиться своим счастьем. Не каждый. Не каждый расскажет о своей судьбе. И не у каждого она простая. Немного, но есть. Большее количество – это серебряный юбилей. 25 лет. Пары, конечно, отличаются. Очень. Те, которые приходят к нам впервые, у них впереди много неизвестного. Они очень много ждут от жизни. Но они, скорее всего, еще не готовы к трудностям жизни. Пары, которые прожили много лет с собой, у них в глазах, прежде всего, мудрость и опыт. И они уже приходят поделиться счастьем, отдать ту любовь, которую они смогли пронести всю свою жизнь. Любите и будьте любимы. И если ваша любовь прошла проверку временем, и вы снова хотите пережить волнительные моменты свадебной церемонии, приходите в ЗАГС. Здесь двери всегда открыты для любящих сердец. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».